Ну вот, не нравится вам сериал «Угрюмрека», допустим, но в России и в мире, более того, сейчас столько невинно осуждённых, что, мне кажется, слишком эмоционально переживать недостатки этого сериала, ну, значит, просто переоценивать его роль. Мне больше нравился первый сериал с Епифанцевым и Чурсиной, но я вообще такой человек архаический, старомодный, а если говорить совсем откровенно, мне и роман «Угрюмрека» представляется неидеальным. Я знаю, что мать, которая меня сейчас слушает, негодует, потому что она помнит, как когда мне было там 8 лет, и я болел ангиной, она мне подсунула «Угрюмреку», и я её читал с наслаждением и смеялся над заключениями мистера Кука, и мы разговаривали цитатами оттуда. Вот это «Кто обжёгся на молоке, дует водку», там «Безумно мне нравился персонаж Ибрагим Аглы», «Восхищала меня Синильга», но это такая немножко детская литература такая, леографическая. Когда-то Шишков считал, что он родился для этой книги, ну, наверное, скорее родился для неё, чем для Емельяна Пугачёва, историк революционного. Мне гораздо больше нравится сейчас повесть «Алые сугробы» про беловодие, про такую русскую шамбалу. Шишков хороший билетрист, но переоценивать его как писателя я бы всё-таки не стал, потому что это всё немножко мамин-сибиряк, такой при этом мамин-сибиряк, советизированный. Ну, Прохор Громов, очаровательный герой, но это всё такая сибирская экзотика, сибирский эпос про таких могутных богатырей. История о превращении честного и чистого юноши в оголтелого капиталиста. Там есть очаровательные, смешные моменты, там «Шибко-сладко целовал меня Прошка» и так далее, или там «Когда приносят бурятка шкурку жене Прохора за то, как сладко он её целовал», или там «Волченька-любсенька», «Мишка обкакался у него под хвостиком, животик лопнул». Ну, какие-то вещи я до сих пор помню наизусть. Ну, это роман, в общем, стилизованный довольно сильно, отчасти под «Мамина сибиряка», отчасти уже под появившегося Шолохова. Роковая Анфиса Козрева имеет, скорее, общее нечто с Аксиньей. Ну, это всё довольно однообразные такие советские эпопеи, сибирские или казачьи. И мне, честно говоря, эта книга-то сейчас представляется довольно плоской. Я пытался, вот честно пытался перечитать «Угрюм реку», когда она в серии кинороман вышла, по-моему, в 90-е годы. Мне скучно очень стало. Это всё-таки довольно примитивное чтение. Понимаете, оно может оглушительно воздействовать на советского читателя, который вообще билетристикой не избалован. Но что вот сейчас её экранизировать? Тем более, мне показалось, что и кастинг какой-то, ну, очень странный. Да вообще, ну, хорошо. Вот, допустим, этот сериал, по сравнению с романом, значительно отходит от оригинала. Там, иначе познакомился Прошка с Анфисой. Иначе они с Абрагимом могли, там, странствовали по «Угрюм реке». Но вообще есть некоторые отличия от оригинала. Это что, единственное, что вас сейчас заботит? Понимаете? Вот на фоне того, что сейчас происходит в России, на фоне того, что происходит сейчас в мире, что мир ещё там на несколько секунд, на мировых часах приблизился к мировой войне, на этом фоне, на фоне того, что кто так обзывается, сам так называется, вас реально заботит соответствие романа-фильму? Вас действительно волнует сериал «Угрюм река?» Ну, какой же вы счастливый человек, дорогой друг! Как мне хочется стать вами, плюнуть на всё и уехать в Урюпинск! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!